Это называется «залатали дорогу», жалуются жители улицы Аман-Гельды, что в старом городе. Местные жители этот отрезок пути называют проклятым. Здесь то и дело что-нибудь происходит. Дорога разваливается регулярно. По проезжей части длиной в 50 метров из-за дыр часто случаются ДТП. Да и ограничителя скорости здесь нет. Машины пролетают на бешеной скорости. Лужа стоит с водой. Вместо того, чтобы посушить, капитально сделать, они все на мокрое бросают. Разве так делается? Оказалось, что необходимость ремонта дороги – это не единственная проблема жителей района. На улице Аман-Гельды уже 20 лет нет питьевой воды. И жители либо ее качают с колодцев, или же покупают, либо берут в соседние мечети. Местные жители жаловаться куда-либо устали. Адильбек Рустамбеков со своей многодетной семьей живет по улице Аман-Гельды уже более 10 лет. И все это время проблемы остаются нерешенными. А что толку жаловаться? Кто решит нашу проблему, если они не могут нормально даже эту дорогу сделать? О воде я вообще молчу. Говорят, прокладывать трубы за свой счет, а это огромные деньги. Да еще плюс обслуживать. ЖКХ журналистам пояснили, что с водоснабжением жителям придется подождать. Работы по водаче воды по улице могут начаться только после того, как отремонтируют дорогу. А в городском отделе автомобильных дорог просят не паниковать. Этот участок дороги является проблемным. Но в будущем году планируется капитальный ремонт дороги. Это проблемный участок. Мы с ним работаем уже с прошлого года. В этом районе очень много родников. Чаще всего они начинают пробивать весной и зимой. Мы их остановить не можем. Один раз пробовали закрыть. Вода выходит в другом месте. Пока вот так вот ремонтируем регулярно. Жители улицы говорят, если проблему не решат до весны, то они намерены обращаться уже выше стоящей инстанции. Шудин Саидов, Константин Исупов, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «ОтРАР». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова